Свободно рухаться и ориентоваться у просторы неведущие смогут самостоянно, с допомогой бесплатного мобильного додатку. У Першыни у Беларуси реализуется проект «Кроки на гуки» на керваны на поляпшенне якости життя людей с проблемами зроку. Его презентовали у Территориальным центры социального обслуговывания населенства Першамайского района Витебска. Як працует такая гуковая навигационная система на практице, поцекавилася Инна Кирыенкова. Дмитрий Халадович опробует на своем смартфоне новый додаток. С его допомогой он спробует самостоянно дойти до будинка Территориального центра социального обслуговывания населенства. Спрацовали информаторы, и молодой человек без тяжкости узнает в охот. До этого часа без допомоги это сделать было амаль немогчимо. Система GPS-навигации, яку он користается давно, позволяет только вызначить место размещения объекта. Попробовал данное приложение, оно позволяет безопасно дойти, я смог самостоятельно войти, узнать по описанию, где что находится, и попасть вовнутрь без посторонней помощи. Очень удобное приложение, и хотелось бы, чтобы в дальнейшем оно развивалось, и как можно больше объектов было оборудовано. По коже такими информаторами обсталевали объекты системы социального обслуговывания населенства и некольких гандлевых кропок, что находятся близ домов-интернатов. Першие кроки по реализации проекта зроблены. Пелную допомогу оказывают спонсоры. Пошли путем сращивания или совмещения двух технологий, израильской и Соединенных Штатов. Центр успешного человека, это учреждение реабилитации инвалидов по зрению, был инициатором, мы написали ТЗ, мы нашли себе партнеров в реализации этого проекта. Зараз неведущие смогут самостоянно перемещаться при наявности у руках смартфона. До речи, значные расходы по набыти мобильных приладов беры на себе держава. Те смартфоны, которые выдает комитет по труду, занятости и социальной защите, они тоже с каждым годом совершенствуются. И сегодня можно забросить туда в них разные программы и помогают им ориентироваться. И вот эти информаторы, конечно же, будут работать в сочетании с теми же смартфонами, которые получают наши граждане, люди с инвалидностью по зрению. Организаторы проекта упевнены, что с выкористанием гуковой навигационной системы люди с проблемами зрока будут больше самостоянными у своих деяннях, а значит, у них будет больше махчимостей у праца уладковаться. Инна Кириенкова, Станислав Дудин, Новины, Витебск.